Ford Escort четвёртого поколения увидел свет в начале 1986 года. По сути своей это была слегка модернизированная машина третьего революционного для малолитражек Ford поколения с передним приводом. Силовая структура кузова, двигатели, конструкция ходовой части принципиально остались прежними. Передок машины стал более зализанным, лишившись чёрной решётки и облицовки радиатора. На выступающем хвосте багажника появилась выштамповка во благо аэродинамики, стал полностью новым салон и панель приборов, плюс новые колпаки на колёсах. Новинку вполне можно было отличить в потоке от прежнего эскорта с любого угла. Но главными новшествами стали неизменения кузова с лысой облицовкой передка. Два важных технических нюанса скрывались под капотом. Это была механическая антиблокировочная система тормозов производства Lucas Geerling и новейший двигатель 1.4 с полусферическими камерами сгорания, работавший на обеднённой смеси. На дворе был 1986 год. Ford Escort несколько лет лидировал в чартах продаж, став самым популярным автомобилем в Великобритании. Он неплохо продавался и в континентальной Европе, а самой этой переднеприводной платформе было всего шесть лет от роду. Третий Escort дебютировал в 80-м. Сама АБС в те годы, в общем, не была чем-то экстраординарным и неведомым. Но, во-первых, на рынке были в основном системы с электронным управлением, стоили они дорого и ставили их на довольно дорогие машины. И опция эта стоила серьёзных денег. Но Ford сделал ставку на более простую по тем аналоговым временам реализацию. Вместо электронных датчиков АБС на приводах передних колёс стояли зубчатые ремни, усиленные кевларом, которые механически фиксировали разницу скорости вращения колёс и активировали антиблокировочную систему. Она была полностью механической. В базе её ставили только на РС-Турбо, но в качестве опции АБС была доступна и на обычных машинах с новыми двигателями и пятиступенчатыми коробками передач. Опросили за неё раза в три меньше, чем за электронные системы. Опция была сравнима по цене с установкой хорошей магнитолы и приличных динамиков, что было уже гораздо ближе к реальной жизни. А с новым двигателем 1.4 Ford смотрел в будущее. В 1986 году пороговыми значениями для налогов в Великобритании были 1.3 и 1.8 литра. Этим, в общем, и объяснялся выбор рабочего объёма большинством автопроизводителей. Важный был момент для корпоративных автопарков, где на фоне большого количества машин и огромных суммарных пробегов налоговые отчисления имели серьёзное значение для бухгалтерии. Но не за горами был и 1993 год, когда отсечка должна была сместиться на 1.4 и 2 литра, а акцент был уже на экологических нормах по выбросам. Ford представил новый двигатель, который работал на обеднённой смеси. Вместо стандартного стихиометрического значения 14.7 к 1, при котором смесь бензина и воздуха полностью сгорала, новый двигатель работал в режимах, где соотношение воздуха и бензина было в районе 17 или даже 18 к 1. Это обещало и экономию топлива, и хорошее значение по выбросам. Занятно, что в линейке моторов у эскорта номинально оставался и двигатель объёмом 1.3, но вместо верхнеклапанного агрегата мощностью 69 сил, который использовали раньше, появился двигатель мощностью 60 сил и с толкателями клапанов, и новый 1.4 со своими 75 силами становился более очевидным выбором на этом фоне. Водители же в первую очередь заметили бы совершенно новую переднюю панель в стиле новейшего Ford Scorpio, который в Великобритании по-прежнему продавался под именем Granada. Надо отметить, что панель эта и по нынешним временам выглядит, если не современной, то вполне гармоничной, а для 1986 года она была вообще хороша. Да и в целом машина получилась удачной. Переднеприводной эскорт в 80-м стартовал не очень удачно, были серьёзные проблемы с настройками ходовой части и довольно опасным поведением машины в поворотах, особенно на неровной дороге. Но Ford быстро исправил ситуацию, поменял амортизаторы и углы установки колёс, а уж к 1986 году явно провёл большую работу. Машина ехала очень стабильно, безопасно и предсказуемо, с явно выраженными переднеприводными повадками. Основным двигателем мощностью 75 сил довольно лёгкая машинка со снаряжённой массой всего 872 кг была ещё и довольно бодрой, до 60 миль в час разгонялась за 12,4 секунды. Примерно так в новейшие времена разгонялся полуседан с автоматом. И нынче в общем в городском потоке не будешь отставать, а в 80-х таки вообще было довольно прилично. В общем, получилась хорошая машина у Ford, бодрая, удобная и комфортная даже в дальней дороге, с добротным салоном и приличным качеством материалов и сборки, да ещё и с антиблокировочной системой тормозов, которой не было у конкурентов. И для корпоративных парков хороший вариант, особенно с учётом традиционно низких цен на обслуживание. И в качестве семейного автомобиля неплохой выбор. Тем более, что длинный список опций позволял построить машину под свои нужды. Да и на фоне конкурентов Escort смотрелся очень достойно. Хотя среди них и Opel Kadett E был, и Volkswagen Golf второго поколения, машины тоже достойные. В наших краях, когда на дороге хлынули поддержанные иномарки, Escort был менее популярен, чем Opel Kadett или Golf, но как раз это поколение Escort достаточно подешевело, чтобы их завозили свежими пяти- или семилетками из Европы. Так что на дорогах они встречались, хотя из-за своего неприметного облика в глаза особо не бросались. Да и на конвейере эта машина продержалась не очень долго. В 90-м году её сменит Escort пятого поколения. И вот он в масштабе 1 к 43 будет представлен с делиями шабак в полном объёме. Сделают и хэтч, и универсалы, и кабриолет, и седан Orion. Четвёртому Escort не так повезло. Но совсем недавно и вангард сосвоил трёхдверки, начав правда с заряженных версий, и китайцы для аргентинской журнальной серии сделали пятидверную машинку. Ford Escort с шильдиком GL был только пятидверным хэтчем, и именно эту модификацию выпустили в журнальной серии, посвящённой автомобилям 80-х и 90-х годов XX века. И её же уже анонсировали в виде изделия под маркой XO совсем недавно. Сама же эта машинка типичное изделие китайских мастеров. В целом на прототип похоже, детали некоторые можно даже похвалить, но формы кузова снова слегка разъехались в разные стороны, так что в некоторых ракурсах моделька на прототип совсем не похожа, навевая мысли совсем о других машинах Ford. Вообще порой создаётся впечатление, что китайские разработчики делают эти модели не просто на скорую руку, а по очень ограниченному набору фотографий. Потому что в принципе можно подобрать угол зрения, в котором машинка на Escort похожа. Видимо, этот ракурс совпадает со снимками, по которым рисовали форму. А чуть повернёшь эту машинку — и уже совсем не то. Как оно там на самом деле на китайских фабриках — не знаю, но порой модели вызывают сильное разочарование. Особенно в случаях, когда особой альтернативы нет, а сам прототип — не самый легендарный и востребованный автомобиль. Этот Escort в масштабе 1 к 43 — не самый жуткий пример китайского творчества. Радости особой не вызывает, конечно, закрывает пробел на полке, но и отторжения дикого тоже здесь нет. Порой дорогие машинки из смолы выходят с гораздо более явными и серьёзными искажениями. Хотя капот у этой модели выглядит слишком хуцым, как будто передок машины в другом масштабе сделали. Да и в общем форма это далеко не идеальное. Но вообще надо отдать таки производителю должное — за долгие годы массового производства они не только отладили технологию, но немного подтянули качество в деталях. В сравнении со знакомыми нашими автолегендами, например, более свежие машинки из Южной Америки имеют гораздо более аккуратную светотехнику и шильдики. У этого Escort и фары в общем хороши, а задние блоки фонарей такие вообще очень прилично выглядят. На них и рельеф нужный есть, и секции разными цветами окрашены, и точка крепления с умом сделана — она совпадает с секцией заднего хода и не режет глаз. На фарах этих и насечка рефлектора есть, и разделение с оранжевым поворотником довольно чёткое. У каждого собирателя есть множество примеров гораздо более небрежной проработки этих деталей. И в отличие, например, от изделий Minichamps, который долгие годы страдал заниженной линией боковых окон, китайцам здесь вполне корректно удалось передать пропорции оконных проёмов. Да и в целом формы кузовных деталей выглядят неплохо, хотя машинка окрашена белым цветом, который часто наносят толстенным слоем, скрывая и грани кузова и расшивку, но здесь с этим всё в порядке. Дворники вот грубоваты, и это какое-то занятное недоразумение — ведь те же самые китайцы льют тончайшие детали и для своих моделей XO, и в журнальных машинках порой неплохие стеклоочистители встречаются. Но не в этот раз. К счастью, обошлись без антенны. Шильдики на машинке очень аккуратные и чёткие, эмблемы Форда читаемы, как и фирменная характерная надпись Escort GL на пятой двери. И, что совсем нетипично для журнальных машинок, здесь хороши колёса. Характерную форму колпаков передали неплохо, а выглядят они аккуратно, объёмно и довольно реалистично. Резина, конечно же, по-китайски широкая, реальные машины ходили на шинах 155 и SR13, а это узенькие покрышки. Ну и колея здесь слишком широкая, колёса торчат из-за рог очень сильно. Это поправимо, конечно, но тоже недостаток заметный. Про донышко моделек, сделанных для журнальных серий, можно в общем и не говорить. Очень редко, когда они заслуживают внимания. Этот Escort — не исключение. Что-то там пытались изобразить, но большого смысла в этом нет, и разглядывать снизу нечего. В целом типичное изделие для журнальной серии. На полку поставить можно и важный пробел в коллекции закрыть вполне годится. Вангардс тоже пятидверку вроде собирался делать — по крайней мере в давнем анонсе такой кузов фигурировал. Но в ближайших планах таких машинок у них пока что не видно. Пишите в комментарии, что думаете о Ford Escort вообще и о машине четвёртого поколения в частности. Как вам эта журнальная машинка из Аргентины в белом цвете — тоже, конечно же, пишите. Но раз уж дотянули до конца этого ролика, то самое время прожать какую-нибудь кнопку под видео и можно смело листать дальше. Эскортов на этом канале немало, да и фордов разных можно найти при желании ещё больше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok